Из-за большого наплыва пациентов вирусом заражаются и сами медицинские работники, которым в таких критических условиях надо бы платить вдвое-втрое больше, но и собираемые среди населения помощи, и оказываемые извне, им перепадают только крохи. Более подробно в сюжете Андрея Токомбаева. Известно, что на борьбу с коронавирусом из госбюджета выделено 1 миллиард 600 миллионов сумм. Это около 20 миллионов долларов. Не так много, если учитывать, какой убыток несет пандемия. Но выручает мировое сообщество. От международных доноров поступила сумма в 8 раз превышающие объемы, выделенные самим Кыргызстаном, сообщают в Минфине. По части международных доноров всего на сегодняшний день уже поступило в районе более 160 миллионов долларов. Из них 120 миллионов долларов для бюджетной поддержки на счет Министерства финансов в Национальном банке поступило. Кроме этого, несколько новых проектов и дополнительные экономленные средства будут использоваться в этом направлении. Помогают и другие страны, и международные организации. Есть очень много разных, скажем, небольших сумм пожертвований со стороны различных посольств, международных организаций. Первыми пришли на помощь Агентство США по международному развитию, еще в марте выделившее 66 миллионов сомов, и фонд «Сорос Кыргызстан», который направил для борьбы с коронавирусом 100 тысяч долларов, передав дополнительно аппарат искусственной вентиляции легких в реанимационный отдел Республиканской клинической инфекционной больницы. Не остались в стороне и частные спонсоры. Первым подал пример глава государства. На борьбу с коронавирусом он перечислил всю свою зарплату за март в размере 53 тысяч сомов. На депозитные счета для борьбы с коронавирусом пожертвовали в общей сложности более 148 миллионов сомов. Эти средства поступают на счета Минздрава и Министерства труда и соцразвития, сообщает Минфине. Из них 132 миллиона на депозитный счет Министерства здравоохранения и 16 миллионов на счет Министерства труда и социального развития. Из 132 миллионов счета Министерства здравоохранения на сегодня использовано 22 миллиона. Из счета Министерства труда и социального развития использовано в районе 13 миллионов сомов. Но привыкшие, что миллиарды из-за рубежа имеют обыкновение безадресно исчезать, граждане с опаской задаются вопросом, хватит ли пожертвований на главное – обеспечения мер, препятствующих дальнейшему распространению пандемии. Во вторник вице-премьер-министр Аида Исмаилова сообщила, что деньги идут в основном на поддержку тех, кто сейчас на переднем фланге борьбы с коронавирусом. Ранее было обещано выплатить медикам компенсации и дополнительные надбавки к зарплате. По словам вице-премьера, обещанное выполняется. 20 апреля 4598 медицинских сотрудников получили компенсацию в сумме около 28 миллионов сом. В целях прозрачного и эффективного распределения средств создана комиссия по распоряжению премьер-министра, и в его состав вошли ответственные государственные служащие, депутаты Джовар-Ку-Кенеша и представители общественных организаций. Исмаилова отметила, что большая часть зараженных медработников выпала на долю Бишке-Каяша, несмотря на то, что эти города лучше обеспечены, нежели другие города и регионы республики. Но есть решение правительства, по которому медики полностью получат гарантированную заработную плату, а также иные надбавки к должностным окладам. На апрель месяц на дополнительные выплаты планируется выплатить 132 миллиона сом. Но эта сумма еще будет уточнена. Наша главная цель – сделать работу комиссии прозрачной. К слову о прозрачности. Как сообщают в Минфине, при каждом ведомстве, куда поступают средства, создана специальная комиссия, которая следит за прозрачностью расходов. Действует и депутатская группа во главе с начальником управления финансовой политики Минздрава Мирланом Атакуловым. Будет проверяться и счетная палата, и они в совокупности скоро, в дополнительном бюджете, будет рассматриваться парламентом и утверждаться парламентом. Парламент контролирует это. Однако как раз прозрачность распределения поступающих средств сейчас под вопросом, считает советник Минздрава. Как отмечает эксперт, ранее предполагалось, что самые высокие надбавки к зарплате и компенсации получат наиболее квалифицированные медики – реаниматологи и инфекционисты. Пандемия внесла свои коррективы. Больше всего заболело медицинских работников именно низкой квалификации – медсёстры, техперсонал и даже служба охраны медучреждений, поскольку именно они чаще контактируют с коронавирусными больными. Например, не заболели реаниматологи, не заболели инфекционисты, заболели люди, которые были в контакте, которые относились к низкому и среднему риску заражения. По словам Барак Табасовой, большинство заболевших медработников ранее получали заработную плату, которая не дотягивает даже до прожиточного минимума. Вот эти 5 тысяч, они просто не то что унизительны, они разрушающие, деструктивно действуют на самого медицинского работника. Как можно 5 тысяч платить людям, которые отвечают за жизнь и здоровье? Вот. И получается, что самого врача, специалиста обесценен. Его просто сравняли с… Даже пособия, даже пенсии получают выше, чем медицинские работники. Как дополняет советник Минздрава, пандемия застала медучреждения в самом разгаре споров о заработной плате. Незадолго до введения ЧАЭС, медработники обратили внимание руководства страны на то, что не выполняется распоряжение правительства о том, что зарплата работника медицинского учреждения не должна быть ниже среднестатистической, то есть быть не менее 15-16 тысяч сомов. Теперь, что благодаря основным средствам зарубежных доноров, руководство страны обещает увеличить вдвое мизерную зарплату тех, кто больше всех рискует. 5 тысяч и умножить на 2 – 10 тысяч по году не сделают. За 10 тысяч посылать людей на бойню – это нехорошо со стороны государства в отношении людей. Если говорить о зарплатах квалифицированных медработников, до пандемии им обещали повысить зарплату до 50 тысяч сомов. Но сейчас в эпидемию им обещают те, кто работает в очагах и кто имеет непосредственный контакт с тяжелыми пациентами, у которых вирусная нагрузка высокая, им будут выплачивать 48 тысяч и так далее. Иерархия, медсестры 35 и так далее. То есть до планки медиков до эпидемии государство не дотянуло. А директор общественного объединения «Партнерская сеть» Айбар Султангазиев в разговоре с корреспондентом Пятого выразил сомнение, а хватит ли вообще средств, чтобы выплатить медикам обещанное, особенно компенсации в размере 200 тысяч каждому, кто работает в зоне риска и по миллиону родным и близким жертв коронавируса из числа медработников. По мнению эксперта, весьма вероятно, что обещания о выплатах останутся просто обещаниями. То есть на самом деле они пытаются сейчас просто какую-то такую ловушку сделать, кому-то попытаться орудь заткнуть, но даже на это они чувствуют, что денег не хватит, поэтому начинают вот это вот делать, что будем платить только тем, кто там докажет, что он работал и при исполнении обязанностей. Как бы это уже такие игры очень нехорошие, скажем так. И такие игры в неопределенность отнюдь не способствуют мотивации медиков, подчеркивает Султангазиев. Мы еще не дошли до пика эпидемии, и мы получим, когда рост эпидемии, получим плюс еще снижение мотивации работы медицинских работников и отказ их работать при таком отношении. Вот тогда они почувствуют проблемы, какие есть. Медработники, рискующие каждый день заразиться смертельно опасной инфекцией, получают зарплату, с которой едва сводят концы с концами. Не подумав о том, как компенсировать этот риск, можно обречь страну на затянувшуюся пандемию. Андрей Токамбаев, Вячеслав Кравченко, 5 канал, главные итоги.